Абсолютный чемпион Москвы и Московской области, вице-чемпион первенства Европы, абсолютный чемпион России по парикмахерскому искусству. И это еще далеко не весь список титулов, которые завоевала Кира Гончарь. Творческое искусство парикмахера – это процесс качественной деятельности, позволяющий создать нечто новое, удивительное, ценное, не только для одного человека, но и для всех окружающих. Именно эта сфера направлена на эстетическое постижение и преобразование художественной красоты человека, где мастер, создавая шедевр, концентрирует в себе духовную энергию, проявляя ее в виде творческого замысла и воплощая ее в виде искусно выполненного чуда. А это чудо и есть первая ступень к рождению профессионализма. И это рождение произошло 15 лет тому назад, 30 сентября 2000 года. Именно в этот первый день моей работы на творческом поприще, когда я подарила частичку себя своей первой невесте, увидев ее восхищение и слезы радости на глазах, я поняла. Ко мне не пришла любовь к моей работе, она меня настигла и увела в неизведанный мир моей мечты и фантазии. И с этого момента изменилась не только вся моя жизнь, но и стала изменяться, идя навстречу вновь вспыхнувшей звезде, которая стала озарять мне мой дальнейший творческий путь. Первая ступень моей карьеры состоялась в начале 2000-х годов. Именно тогда появилась жизненная цель, стремление и огромное желание научиться любимой профессии, которая определила весь мой дальнейший тернистый путь. Повышать свой уровень профессионализма, узнавать новое, экспериментировать, ничего не бояться, браться за любую работу, идти вперед к своей звездной цели уверенными шагами, не останавливаясь из-за ошибок, а неудачи и падения воспринимать как толчок к новым свершениям, ставя перед собой еще более дерзкие замыслы. И осуществляя эти замыслы, радоваться первым победам, рожденным в творческих поисках бессонных ночей, но знать и чувствовать при этом, что твоя путеводная звезда начинает гореть ярче и стремительнее день ото дня. И вот первый этап профессионального пути пройден. Пройдены первые слезы радости и огорчения. А начиная с 2005 года, имея определенный опыт, я открыла для себя новый неизведанный мир. Мир конкурсов и мастер-классов, шоу-программ и выступлений, где учишься не только мастерству других людей, но и показываешь свои свершения, насыщая при этом себя бесценным опытом профессионалов своего дела. И именно тогда я поняла, неважно, какую профессию ты выбрал, главное – стремиться быть лучшим из лучших в своем деле. А это значит – дерзать дальше, открывать для себя неизведанное, идти к новым победам и смелым идеям. И вот приходит то время, когда появляется потребность поделиться своим бесценным опытом, накопленным за многие годы творческой деятельности, и передать эти знания будущему поколению великих мастеров. А это и есть моя главная звездная цель жизни – открытие школы по парикмахерскому искусству. За эти 15 лет сказочной профессиональной деятельности стилистического искусства я приобрела не только мастерство, но и друзей из различных уголков нашей необъятной страны. Настоящих профессионалов, мастеров своего дела, единомышленников, творческих ярких личностей, у которых можно и нужно учиться, вдохновляться и открывать новые звезды, в этом космическом пространстве эстетического искусства красоты. И от этого мне хочется еще с большей силой жить, чтобы творить, и творить, чтобы жить. Сегодня праздник у моего друга и моего самого близкого человека, мои коллеги, ненамышленника, столько лет вместе, все 15 лет, от логенческого возраста в ее профессии до сегодняшнего уровня я была свидетелем, как этот человек рос, совершенствовался, как поднимался, и как человек взрослел, и как специалист-профессионал. Она всегда ставила перед собой только большие цели, только, казалось бы, недосягаемые цели, и постепенно достигала. Ничего не давалось этому человеку просто так, с неба ничего не падало, и подарки не падали также с неба, всего она добивалась сама, трудом. Пообщавшись с этим прекрасным салоном, и познакомишься совершенно случайно, и эта случайная встреча превросла в крепкую дружбу, и сегодня я очень рада за Киру, что вот эти 15 лет для нее стали такие знаменательные, и сегодня маленький итог ее большой работы, и я сегодня с самолета специально прилетела на это мероприятие для того, чтобы лично поздравить Кирочку и пожелать ей огромных успехов, огромного труда, творчества, сотворчества, и, конечно, просветания ее школы. Мы познакомились с этой командой вообще, ну, командой магии искусств, и с Леной Ульхой, и с Ириной Бабкиной, и с Кирой, естественно, Гончар год назад. Я знала, что есть такая Кира, я знала, что есть такая уникальная, очень красивая девушка в сборной команды России, но я лично была незнакомой. Когда они приехали ко мне в Тольятти, и когда мы провели несколько дней очень плотно, и за шашлыком, и разговаривая, и общаясь, и смотря программы школы, потому что у меня тоже есть собственная школа, современная, модная, энергичная, четкая, строгая, конкретная, очень уникальная девушка. Она ровесница моей дочери, и поэтому я ее воспринимаю как дочь, потому что возраст у нее уникальный, у нее впереди целая жизнь, и очень красивая, что она вот сделала уже столько красивых поступков, очень замечательных поступков. У нее есть награды, у нее есть признания, у нее есть ученики, у нее есть продолжение, у нее есть бизнес, и у нее есть муж, и поэтому я только желаю ей процветания. Отпраздновать юбилей вместе с любимым стилистом пришли друзья, коллеги, благодарные клиенты. Многих связывает с Кирой крепкая дружба, ведь она изменила их жизнь, подарив новые, неповторимые образы. Киру я знаю как одного из известных стилистов Московской области, не только Одинсоу, но и Московской области. И для меня была очень большая честь принять участие в шоу Кира. Я первый раз принимаю участие в подобного рода шоу, и я очень счастлива, что мне досталась такая участь и стать частичкой такого мероприятия, в котором мы очень долго готовились, тренировались, вкладывали свою частичку души во все эти образы, которые получились. Со стороны смотрится, что это очень достаточно быстро и легко, на самом деле это очень тяжело, и сам образ создать это очень тяжело, и сколько вкладывается в это души, особенно сколько вложила в это все Кира, своих сил, эмоций, души. Мы думаем, что у нас пройдет все шикарно, великолепно, и мы ее не подведем. Кирой мы общаемся, если я не ошибаюсь, наверное, года четыре. Пришла к ней я зелено-коричневого цвета и сказала, Кира, помоги, сделай что-нибудь. Волосы длинные, зеленый цвет проступает. И тут она начала творить, кудесничать, и с тех пор мы дружим не только в личном плане, но и в творческом. Кирюш, от всей души поздравляю тебя с этим грандиозным событием, с этим грандиозно-феерическим шоу. Хочу пожелать тебе творческих побед и много-много еще таких шоу, ну, как минимум 15. А там уже как сама решишь. Ой, она, конечно, просто, можно сказать, богиня в этом творчестве. Очень хорошо, она умница, много трудится, все умеет и вообще. Что бы вы ей пожелали? Счастье. Ну, победы есть, творчество есть. Ну, достижение тех целей, наверное, которых она хочет. Ну, в принципе, школа есть, и просто хорошего счастья. Вот Кира, с той, которой вы познакомились много лет назад, и Кира сегодня, это две разные Киры, или все-таки нет? Да, да. Какая она была тогда? Что-то лет было? Ну, все как-то мы вырастаем, и она выросла, она все сделала с сегодняшним днем. 15 лет побед и достижений высокого роста и новых возможностей. Сегодня Кира Гончарь не просто парикмахер-модельер экстра-класса, но и тренер своей собственной команды стилистов, с которыми продолжает завоевывать пьедесталы. Многие приехали в этот день поддержать ее. Венера Кошанова привезла коллекцию причесок «Новый день». С Кирой мы познакомились в Сочи. Дружба наша началась с обучением. Мы учились там, и как-то вот так вот подружились, стали дружить уже 4 года, как прошло нашей дружбе, поэтому для меня это очень волнительно. Вы знаете, вообще, когда я пришла в эту профессию, пошла учиться, я вообще не думала, что это профессия. Я просто пошла узнать этот бизнес. Я думала, ну, месяц поучусь и как бы выйду на работу и узнаю, как это все делать. А когда я узнала, что парикмахер – это такое творчество, что здесь и шьешь, и красишь, и все на свете, поэтому, честно сказать, я не помню моего первого клиента. Ну, я думаю, что это не важно. Я думаю, что важнее то, что я вообще познакомилась с Кирой и участвую на сегодняшнем шоу. Это для меня очень важно. Венера с Кирой познакомилась случайно, но эта встреча навсегда изменила жизнь парикмахера из Казахстана. Поддержать Киру приехали друзья из Белоруссии и Украины. Они привезли подарки свои собственные коллекции. его любимый к onecy. Кирой Getting Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня мы здесь в гостях у Киры Гончарь. На ее прекрасном бенефисе с нашей коллекцией под названием «Бурлеск». Почему именно «Бурлеск»? Потому что сама по себе Кира, она такое олицетворение яркости, харизматичности. И даже какой-то наш стиль ЧБ здесь совершенно бы не подошел, потому что это строгая коммерция. Поэтому здесь мы позволяем себе фантазировать, делать очень яркие прически, макияжи. Мы привезли свои собственные костюмы и очень надеемся, что наша концепция, она войдет в этот бурный день и будет такой же неотъемлемой частью. Мы в Сочи на очередном повышении квалификации встретились вместе с Кирой. Я уже до этого была о ней наслышана, о том, что есть такая прекрасная, потрясающая девушка, абсолютная чемпионка России с очень-очень большим количеством наград и заслуг. И уже мне было интересно. Когда мы с ней познакомились, уже встретились, я увидела очень хрупкую, абсолютно простую и необыкновенно харизматичную девушку. Мне было это вдвойне, наверное, приятней, потому что я поняла, что да, мы можем с ней общаться. Это очень такой, получается, легкий, интересный творческий союз. И все. И вот с тех пор одно обучение в Сочи у Георгия Кота. И мы потом постоянно общались, мы не переставали коммуницировать. Это любой вид связи, социальные сети. Кира очень много мне помогала рассказывать, как можно достичь каких-то результатов в достижении постежерного искусства, какие-то костюмы. И сегодня один из костюмов, который мы сделали с девочками сами в школе, это по той технологии, которую она нам и объясняла просто по телефону. Шоу получилось просто потрясающе. Разные образы, разные идеи и совершенно невероятное воплощение. Несколько месяцев ушло у Киры на создание коллекции свадебных причесок «Белое золото». Модели показа тоже без устали трудились. Примеряли образы, платья, учились ходить по подиуму. В день премьеры должно было быть все идеально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Венцом праздника стала коллекция «Белое золото». 15 неповторимых свадебных образов создала Кира Гончарь, парикмахер-модельер, стилист, мастер высокого класса. «Белое золото» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok